Здравствуйте, друзья! Сегодня небольшой ролик о замечательном фильме «Ликвидация». Вернее, о небольшом его кусочке. Понятно, что фильм вошел в разряд нетленки, актеры играют просто класс, сценарий динамичный. И как-то не сразу замечаешь, что сюжет просто фантастика. Спустя годы видно, что ничего подобного даже близко не могло быть от начала до конца. Детали тоже фантастичные. Вот она магия кино, когда можно влюбиться и поверить в то, чего не может быть никогда. Например, что Дэвид Маркович жил в Халабуде рядом с вором в законе и мошенником-нотариусом, что лично бился в рукопашность с немецким агентом, который при этом говорит подозрительно-провокационный тест типа альтер-эго автора. Халульный образ Жукова, глупо прямой, как рельс. Это еще что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щеки наели? У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ. Жрать надо меньше. Вот и весь обмен веществ. Кто такой? Ну а слепой медиум, который работал на гестапо, это просто нечто. И все сюжетные линии перемешаны и искусственно сходятся только на персоне Готсмана. В сети ходит подборка из диалогов героев, говорящих на бесподобном одесском языке. Вот это действительно гениально. Но речь не об этом. Неудивительно, что, видев этот сериал несколько раз, я только буквально на днях, пересматривая в очередной раз, заметил небольшой киноляп, на который я раньше не обращал внимания. Это, конечно, не критично, но все же это шляпа для реквизиторов. О чем речь? Давайте посмотрим. Тима, ты на кой меня сюда привел? Да, Витча, мешаешь смотреть? Во второй серии на 21-й минуте в киноаппаратной можно увидеть футляр для кинокатушки с надписью «Полосатый рейс». Этот замечательный советский фильм был снят только в 1961 году. Как говорится... Как-то так. Извините за занудство, решил с вами поделиться и посоветовать еще раз пересмотреть оба этих прекрасных фильма. Спасибо, что досмотрели. Если понравилось, поставьте лайк. Вам не трудно, а мне приятно. И подписывайтесь. Будет весело и интересно, обещаю. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...